Если говорить о проблеме, которая называется Крым, то там очень много подводных течений, как я понимаю, со своей стороны. Дело в том, что не территория решает в данном моменте геополитику, а ментальность и устремление народа, даже на уровне подсознательного какого-то восприятия мира. Почему? Потому что те несколько десятилетий, которые существовали под Украиной, они, конечно, поменялись. И я говорю не только о крымских татарах, я говорю даже о тех славянских народах, которые там жили. Я не говорю о Севастополе, я говорю о людях, которые живут далеко от моря. И самое печальное, что вялотекущие процессы внутреннего согласия, они не зависят ни от политиков, ни от вливания денег. Это может быть даже история нескольких поколений. Потому что пока люди не привыкнут, что дверь открывается в родной дом не справа, а слева, что печка не справа, а слева, и что там холодно зимой, а летом тепло, экономика тут не играет никакой роли. Тут на уровне невысказанных внутренних несогласий. И вот эти внутренние невысказанные несогласия, это и есть перспектива для того населения, которое будет жить ближайшие 10-20-30 лет, может быть даже 50 лет в этом чудном месте.